Ну что, всем привет, дорогие друзья, и Локомотив обыграл Спартак, причем сделал это настолько уверенно, настолько круто, как я вообще давно не помню, чтобы мы обыгрывали Спартак. Да, там какие-то темно-зеленые времена, я помню, что было 5-2, я помню, что при Бышевце мы 3-0 обыгрывали Спартак в Кубке России, по-моему. Но, в общем и целом, последние много лет у Локомотива со Спартаком очень сложные матчи, и даже когда у Спартака, казалось бы, все плохо, у Локомотива все хорошо, были такие времена, что Локомотив боролся за чемпионство, а Спартак где-то там в середине турнирной таблицы был, у Спартака могло не быть вообще никого в составе, там какие-то совершенно экспериментальные линии обороны он выстраивал, и все равно у Локомотива со Спартаком всегда было тяжело. И, честно говоря, я думал, что и в этот раз будет очень тяжело, потому что, ну, у Спартак Станковича команда довольно упертая, и как минимум не очень много позволяет создавать у своих ворот. Да, у них могут быть какие-то проблемы впереди, у них есть барка зависимости, но об этом мы чуть позже поговорим, но все равно это очень сложная команда, и все, кто с ними играли в этом сезоне, а это и Динамо, и Зенит, и другие команды, им всем было тяжело, потому что Спартак, казалось, команда крепкая. Но вот Спартак приезжает на Локомотив, вот они выходят против Ильи Самошникова, и бац, бац, бац. И это была, ну, реально самая простая победа Локомотива над Спартаком за все то время, что я делаю какие-то ролики, делаю стримы, и это очень приятно. Локомотив действительно показывает класс, многообразность и вариативность, и, ну, в общем, по всем параметрам Локомотив в этом сезоне просто невероятно радует, и смотреть на него очень приятно. Сегодня 20 тысяч человек на стадионе смотрели на победу Локомотива над Спартаком, и это было очень круто, и давайте поговорим о том, как это все случилось, как это стало возможным. Первонаперво Галактенов не стал менять состав, и это очень приятный факт, потому что Карпукас вышел с первых минут, так как мы знаем, если Карпукас выходит в стартовом составе, Локомотив этот матч побеждает. В этом сезоне это правило работает на 100%, и, ну, мы в чемпионате проиграли два матча, это те два матча, в которых Галактенов решил Карпукаса в стартовый состав не ставить. Галактенов решил этой ошибки не допускать, Карпукас и Баринов вышли в центре поля, в центре обороны вышли Немси и Монтес, которые первый свой матч сыграли неделю назад против пари НН, а теперь им пришлось выйти против Спартака. Команда совершенно другого уровня, но, забегая вперед, сыграли тоже очень и очень здорово. Ну и, в принципе, все те же самые позиции, все те же самые игроки вышли на те же самые позиции, что и неделю назад. Вот, наверное, единственный вообще вопрос, который только может быть, это позиция Сергея Пеняева, левый нападающий, но, учитывая, что Вадим Раков сейчас с травмой, он вроде как должен на следующей неделе начать тренироваться, но пока он еще даже не в общей группе, на видео никакие не попадал, поэтому тоже практически безальтернативный Сергей Пеняев у нас в стартовом составе, и это тоже неплохо, потому что после сборной Сергей Пеняев играет эффективно, он и голевые передачи начал отдавать и забивать, как в кубковом матче. В общем, если какие-то вопросы по началу сезона к Сергею Пеняеву были, точнее, как первые матчи Сергей Пеняев провел как раз очень здорово, потому что был наконечником, а вот потом у него случилось такое большое проседание, что он не очень понимал, чем ему заниматься на поле и как он должен играть в матче с Парея, наверное, ему тоже было очень тяжело, потому что команда оборонялась 8 человек своей штрафной, и Пеняеву просто, ну, некуда было бежать и некуда было тянуть мяч. Со Спартаком такой проблемы не было, Спартак давал играть, у Спартака были большие зоны, и главная, наверное, вообще история, которая была, это то, что правый край обороны Спартака, то есть, соответственно, левый край атаки Локомотива, составляли игроки, которые, ну, не самого высокого уровня игры. Во-первых, там играл Тео Бангонда, человек, который не возвращается назад и не помогает своей обороне принципиально. Там играл Денисов, который не самый лучший обороняющийся футболист в мире, что доказал Тюкавин неделю назад. И сюрприз от Дэна Станковича на матч с Локомотивом, это человек, которого купили из Ференс Вареша, защитник Абена. Большой темнокожий защитник, не очень дорого обошелся Спартаку, знаком с Станковичем, соответственно, по игре за Ференс Вареш, и тот его переманил к себе. В ролике про покупки Локомотива я говорил, что есть два пути, к которым мог бы пойти Локомотив. Путь номер один, это купить центрального защитника на все бабки, как мы, собственно, и сделали, и купили Монтеса. А можно было купить центрального защитника в запас, и, соответственно, пройти весь сезон ЕМС Морозов, а если кто-то из них выпадает, на это время выставить этого самого защитника, который бы стоил миллион-полтора. Собственно, вот таким путем пошел Спартак, у них сейчас есть травма Чернова, из-за этого Умяров, соответственно, тоже на неделе плохо тренировался, Литвинова нужно было переместить в центр, не было центрального защитника. Дуарте по какой-то причине попал в немилость к Станковичу, ну и он выставил этого самого запасного Абэну, который, вообще-то говоря, не должен играть за Спартак со стартовых минут, и уж, по крайней мере, в таких матчах, как против Локомотива. Но вот случилось то, что случилось, вышел Абэна, он был заменен на 45-й минуте, я думаю, что это ярче всего характеризует игру Абэны в этом матче. Сыграл отвратительно, в обоих голах так или иначе принял участие, особенно в первом голе, вообще не понял, куда бежит Самошников. Просто сопровождал взглядом передачу, ничего не сделал, да и в других моментах тоже у Абэны не очень ладилось с игрой против игроков. У Локомотива один момент у него был хороший, когда он Воробьева обезмячил в такой беговой дуэли, ну, заменили его на 45-й минуте, и после этого Спартаку, конечно, стало полегче играть в обороне, но проблем все равно совсем безошибочно. В обороне Спартак играть не стал, и все равно моменты у Локомотива были. Вот. И что мне понравилось? У Локомотива, да, это то, что Локомотив очень вариативен. И в этом матче мы, по сути, мы и били в эту точку между Денисовым и Абэной, и забили уже на шестой минуте. Прекрасно сыграли Батраков, Сельянов и Пеняев, соответственно, с Самошниковым, которые, собственно, организовали гол голевая передача и гол у Самошникова. Потом пропустили с пенальти, об этом тоже чуть попозже поговорим, и снова, через там 20 минут, снова ударили в эту самую точку. На этот раз Дмитрий Баринов подключился слева в атаку, ему пошла передача от Сельянова, он нашел Карпукаса, Карпукас нашел снова Самошникова и 2-1, после чего Спартак уже не смог выйти из этого нокдауна. Локомотив очень здорово и очень понятно играл в этот футбол против Спартака, и мне это действительно очень нравится, потому что против Парея, наверное, это один локомотив против Ростова, это другой локомотив против Спартака, это третий локомотив, и мы действительно используем слабые стороны соперника. Да, пускай Самошников на послематчевом флэше говорит то, что мы вообще не знаем, по какой схеме играет Спартак, мы отталкиваемся только от себя, но видно, что тренерский штаб действительно работает и действительно показывает команде, как нужно играть и что нужно делать в конкретном матче. Ну, собственно, Самошников сказал то, что он отталкивается от игры, но план на игру раскрывать не стал, я думаю, что действительно что-то такое было, ну потому что очень уж активно локомотив долбился именно вот по левому флангу, очередной сумасшедший матч выдал Сельянов, но и, соответственно, Пеняев, Самошников, все прекрасно играли, фланги разрывали только в путь. Собственно, ну это только одна часть задачи, задача как вскрыть оборону Спартака, она была успешно сделана, но была еще и вторая часть задачи, это как не позволить Спартаку забить в свои ворота. Совсем не забить в свои ворота не получилось, но по сути можно выделить три момента у Спартака, которые в этом матче были. Первый это пенальти, который, на мой взгляд, абсолютно левый, даже если там какое-то мимолетное касание вообще было между ногой Карпукаса и Бангонде, то, ну, это настолько легкое касание, которое вы не найдете даже ни на одном повторе, ни на одной камере, его нету вот этого прям касания. Да, мы его можем только предполагать, что оно где-то там было, но ни удара, ни какого-то толчка ногой в ногу Бангонде у Карпукаса не было. Что мне кажется важным, это то, что Карпукас успевает поставить ногу на землю, если Бангонда и касается ноги Карпукаса, то уже после того, как Карпукас поставил ногу на землю. Короче, ну, такие пенальти видеть, ну, вообще не хочется, и не только потому, что это ворота локомотива, потому что ты не понимаешь, за что этот пенальти поставлен. Ты смотришь эти повторы, раз за разом крутишь с одной камеры, с другой камеры, с третьей камеры, и ты не понимаешь, за что поставлен этот пенальти. А эксперты потом говорят о том, что, ну, касание очевидно, оно видно там с какой-то камеры, и ты смотришь на эту камеру, а там, ну, ну, Карпукас, он ближе, чем Бангонда, что там можно увидеть, непонятно. Ну, вообще Безбородов, конечно, этот матч отсудил в своем привычном стиле, что хочу, то и ворочу, иногда свищу, иногда не свищу, да, то есть вот здесь пенальти поставил, потом в моменте, где Бабич бьет с локтя Самошникову, он пенальти не ставит, потом, там, не знаю, Угальде, имея уже одну желтую карточку, прыгает сзади в ноги Самошникову, он не дает вторую желтую карточку, ну, короче, моментов много, а потом ситуация, в которой тот же самый Барко приближается к нашим воротам, и там я уже вижу касание между его ногой и ногой Карпукаса, он берет, дает желтую карточку Барко за симуляцию, ну, то есть вот просто какие-то хаотические решения, но большинство из них, они против Локомотива и в пользу Спартака, но разница в классе между Локомотивом и Спартаком была такова, что даже помощь Безбородова здесь никак не смогла помочь, в матче двух равных команд помощь судьи, она очень важна, и может сделать разницу, когда на поле встречаются настолько разноуровневые команды, сыгранный хороший Локомотив с хорошим подбором исполнителей, и абсолютно разбалансированный Спартак, который не понимает, чем делать на поле, то, конечно, даже поставленный пенальти от Безбородова, по большому счету, никак картину мира не изменил, но это лирика, да, пенальти поставили, Барко его реализовал, окей, второй момент, пришел при счете 2-1 в нашу пользу, и, в принципе, мог развернуть эту игру в очень неприятное для нас русло, перехват мяча от Карпукаса в подкате привел к тому, что мяч неожиданным образом выкатился к Шамару Николсону, которого держали в офсайде, да, то есть Ньемси и Монтес вышли, держали Шамара Николсона в офсайде, для того, чтобы, если пошла передача, то, ну, соответственно, атака бы это обрубилась, но из-за того, что передача пошла от Карпукаса, естественно, никакого офсайда быть не может, и здесь супер сыграл Илья Лантратов, на которого много в последнее время сыпалось шишек различных, ну, память болельщиков, как обычно, как у золотых рыбок, и стоит там один-два матча провести не совсем уверенных Лантратову, все, тут же вратарь отвратительный, нужно его в запас сажать, давайте смотреть, кто у нас там есть еще из вратарей, типичная шиза болельщиков, естественно, Лантратов один из лучших вратарей российской премьер-лиги, и то, что, да, матч с Краснодаром ему не удался, да, действительно были ошибки, ничего не буду говорить по этому поводу, но вратарь все равно класснейший, и очень рад, что он играет за локомотив, соответственно, Шамар Николсон получил этот мяч, пробил, но каким-то немоверным образом Илья Лантратов среагировал, вышел и отбил этот мяч, окей, спас при счете 2-1 в самый нужный момент, все как, все как тогда, когда Лантратов только приходил в локомотив, когда он спасал в самый нужный момент, и после этого локомотив добивал соперника Вот, ну и был еще один момент, уже в самой концовке встречи, уже при счете 3-1, мы здорово защищались, но в один момент дали подать Хлусевичу, Хлусевич навесил на Манфреда Угальда, Угальда пробил головой мимо штанги, вот, собственно, три момента, которые создал Спартак за этот матч У локомотива три гола, классных комбинационных гола, которые были забиты, но кроме этого еще два, например, суперсейва Максименко были После передач Батракова удар Цесара Монтеса, удар Сергея Пеняева, в общем, моментов было забивать и кроме того, что мы забили Так что победа абсолютно закономерная, и, ну, с этим никто и не спорит, даже тренер Спартака Дэн Станкович сказал то, что победа локомотива была заслуженной, и Галактенов проделал отличную работу и переиграл его в том числе Вот, что очень хочется сказать по этой игре, соответственно, три момента всего у Спартака Как же здорово влился Монтес в игру локомотива Ну, я был уверен, что это классный футболист, то, что он может именно индивидуально очень здорово играть Ну, после того, как я посмотрел нарезку, нарезка доступна на Бусти, и мои комментарии по Монтесу доступны на Бусти в том числе Ну, мне... Я был уверен, что Монтес умеет здорово играть в футбол Но то, что уже к третьему матчу Монтес наладит абсолютно слаженную игру в обороне для всего локомотива Ну, это я никак не мог предсказать Только один тот факт, то, что локомотив несколько раз, ну, раза четыре поймал Спартак в искусственный офсайт Говорит о том, что уровень организации обороны локомотива вырос, ну, очень сильно по сравнению с началом сезона И тем более там с прошлым сезоном, где у нас постоянно кто-то где-то впереди, кто-то где-то сзади Один вышел, другой остался, там, не знаю, Сильянов где-то впереди А, не знаю, Нинахов в этот момент создает глубину офсайда Нет, каждый раз мы смотрим и просто как будто по линеечке линия обороны локомотива выстроена Я не знаю, эффект ли это Монтеса, то, что он может на одном языке общаться с НМС Или просто так совпало, что к десятому туру локомотив научился наконец-то играть в организационную и футбол в обороне Но то же самое я говорил вам и про Пари-НН, что в организации игры очень сильно локомотив прибавил Но и мальчик с Спартаком уже гораздо более сильным соперником, чем Пари-НН Но это прям вообще очень сильно бросалось в глаза И, собственно, ну вот поэтому у Спартака ничего и не получалось в обороне Хотя исполнитель это довольно сильный И до этого Спартак довольно много создавал у чужих ворот И против Зенита, и против Динамо Как бы у них всегда все было нормально Но вот с локомотивом там чуть ли не антирекорд по ударам, поворотам локомотива Второй момент, который тоже очень важен и в плане обороны локомотива И то, за что тоже очень можно много респектовать тренерскому штабу Я думаю, что это тоже спланированная вещь, натренированная вещь Это Барка-зависимость Спартака И она проявлялась уже неоднократно в этом сезоне Барка пришел по ходу сезона И очень быстро произвел фурор Он много отдает, он много сам забивает И, ну, это действительно классный футболист Это действительно хорошее приобретение для Спартака Но проблема в том, что Спартак очень быстро стал Барка-зависимым Спартак не может играть в футбол, если кто-то закроет Барка И это получалось, по сути, у Ахмата Это получалось у Рубина Но там пенальти они заработали в большинстве И Спартак забил Это получилось у Зенита отчасти И вот над этим поработал и локомотив Каждый раз, когда Барка получал мяч А он старался получать мяч практически по всей ширине поля Он уходил и между центральными защитниками мяч получал Он уходил налево, он уходил направо Он пытался получать мячи около штрафной Но каждый раз, когда Барка получал мяч Перед ним вырастал кто-то из игроков локомотива Это не обязательно был опорник Хотя чаще всего, конечно, это был или Карпукас, или Дмитрий Баринов Но если он уходил налево, то там вырастал Самошников Уходил куда-то вглубь, там вырастал Дмитрий Воробьев Все для того, чтобы у Барка не было возможности пасовать вперед Да, по сути, там даже никаких фолов не надо было делать Например, Махачкала активно именно фалил и на Барка И как только он получал мяч, в него кто-то врезался Локомотиву не нужно было это делать Локомотив просто перерезал возможности Барка играть вперед И за всю игру он сделал буквально считанное количество прогрессивных передач Хотя он лидер чемпионата Вот именно по прогрессивным передачам По передачам вперед, по передачам штрафную Это, ну, невероятно дисциплированная и классная Именно в организации своей игры Ну, соответственно, игра Локомотива в обороне Отрезали Барка от Локомотива Заставили играть через, там, Бангонду Через Репчука Через какого-нибудь там Шамара Николсона Ну и оказалось то, что Спартак В таком футболе, по большому счету, ничего не может сделать И потом были тройные замены от Станковича Вообще ничего не помогло И, ну, главное, отрезать Барка от игры Спартака И дальше Спартак сам себя будет переигрывать И в этом кардинальное отличие Локомотива от Спартака Потому что всю неделю Я думаю, что вы читали эти огромное количество интервью Обсасывалась тема того, что главный игрок Локомотива Это Алексей Батраков И это отчасти правда Но, как мне кажется, Батраков это жемчужина на игре Локомотива Но это не главный футболист Главным я, наверное, могу сейчас назвать Артема Корпукаса Потому что просто для него нет адекватной замены Но Алексей Батраков не ведет игру Локомотива Алексей, ты можешь выключить Батракова из игры Что, собственно, и попытался сделать Спартак Они очень активно мешали Батракову играть в футбол И, ну, сегодня не было голевых моментов у Алексея Батракова самому забивать Над этим Спартак очень здорово поработал Его хватали Его много пинали И не позволяли ему продвигаться с мячом к воротам Хотя свою голевую передачу Батраков все равно отдал И мог отдать еще голевую на Монтеса Тот пробил хорошо Максименко потащил Короче, от голевых Батраков вы все равно не спасетесь Но факт есть факт Закрываете Батракова У Локомотива раскрывается Пеняев и Самошников Закройте, там, не знаю, фланги Пеняева с Самошником Раскроется Батраков Сумеете, там, не знаю, закрыть центральную линию Со стандарта получите от центральных защитников Или Воробьев сделает какую-нибудь магию Как в случае с третьим голом В этом плане Локомотив сделал серьезнейший шаг вперед И играть против Локомотива очень тяжело Да, но есть команды, которые все равно могут сделать сразу все Закрыть сразу всех Но даже в этом случае Вот Краснодар, например, очень тягучая команда И у них получилось обыграть Локомотив При помощи ошибок Лантратова Но даже Краснодар не смог закрыться настолько Чтобы у Локомотива не было шансов И пришлось прибегать к помощи судей И их замечательной кривой линии офсайда Не суть важна, да? Играть против такого Локомотива очень тяжело И у Локомотива нету Батракова зависимости Какая есть у Спартака от Барка Поэтому, ну, закрывайте Батракова, хорошо Батраков все равно найдет свою возможность сделать какую-нибудь классную передачу И все равно найдутся футболисты, которые возьмут на себя роль лидеров Такую, какую взял на себя Илья Самошников По Илье Самошникову думаю, что уже точно я могу извиняться Всячески говорил в начале сезона О том, что Илья Самошников и его левая нога будут большой проблемой для Локомотива Но, как оказалось, Илья Самошников прекрасно владеет левой ногой Хотя, как и на флэш-интервью после матча Судя по всему, он тоже очень смеялся с этого факта Того, что он в этом сезоне с левой ноги забил уже три гола Прекрасно, ну, если Самошников умеет действовать левой ногой Тогда проблемы в том, что он с правого фланга смещается в центр По большому счету не будет Ну, или если он прогрессирует в этом своем владении левой ногой Сегодня исполнил свой момент очень уверенно Принял мяч с левой ноги в ближний угол над Максименко Если бы не попал, я бы снова говорил об этой проблеме Но Илья Самошников просто заставляет меня раз за разом извиняться Я только рад Прекрасный вообще сезон для Ильи И уже видно было по началу года, что Самошников крутой Но как он в этом сезоне начал играть Ну, это просто любо-дорого всмотреть одно заглядение Его спринт в конце матча Когда он вот по такой дуге умудрился обогнать защитника Спартака Выиграть у него дуэль корпус-корпус И еще и там, не знаю, за бровкой пробежаться и все равно быть первым на мяче Ну, откуда столько сил? Невозможно просто представить Но это дерби На дерби никого настраивать не надо И Самошников сделал свой первый дубль в карьере Забил два гола, забил левый, забил правый И прекрасно, вообще супер Нарадоваться не могу на то, как Самошников вписался в этом сезоне в команду Как он играет и на позиции атакующего полузащитника И на позиции защитника После того, как, не знаю, там Севикян выходит Самошников передвигается назад И на позиции защитника просто начинает вырывать с мясом мячи Которые, ну, казалось бы, должны дойти до соперника В общем, победа В общем, Локомотив делит первую строчку с Краснодаром После того, как Краснодар обыграл Зенит И могли мы выйти на первое место, если бы Зенит дотерпел Но там Караваев решил скинуть мяч на Кордобу Краснодар играет по схеме дождись ошибки от соперника И дожидается Вот, бывает, бывает Но все равно приятно находиться, делить первую строчку с Краснодаром Опережать Зенит Сейчас у нас будет матч с крыльями Советов До этого будет еще кубковая игра Но я уверен, что там будем выходить вторым составом И все здорово и безоблачно Казалось бы, сейчас у нас еще выздоровеет Вадим Раков Выздоровеет Евгений Морозов По большому счету, да, в лазарете еще остается Лукас Фасон Хотя и он уже с командой, кстати Был на командной фотографии Тоже, вероятно, в скором времени поправится У Локомотива большой выбор игроков У Локомотива отличная поставленная игра Отличный командный дух И я все время мыслями возвращаюсь в первую игру с Акроном И перед этой игрой я писал о том, что очень важно стартовать хорошо Очень важно добиться этой победы И по накатанной идти самим поверить в то, что умеете играть в футбол Мы выиграли у Акрона Мы потом проиграли у Динамо Но тут же исправились в кубке Тут же исправились в следующем матче чемпионата И у Локомотива покатило И Локомотив сейчас настолько уверен в себе Настолько знает, что Что бы ни происходило на поле Они все равно будут иметь возможности забить Это очень уверенные в себе футболисты Даже когда там, не знаю, Воробьев не забивал месяц Все равно он был уверен в том, что он умеет играть в футбол Пробовал, пытался И сейчас судьба вознаграждает его за эти моменты Собственно, да, я, наверное, не сказал еще про третий гол Воробьев пробежал Посмотрите, да, не столько даже важно, что он пробежал по этому флангу Убрал мяч в центр, пробил с левой ноги Рикошетом от Бабича, мяч залетел в ворота Но он же сделал этот рывок Он держал линию офсайда Он ждал эту передачу от Батракова И побежал ровно в нужный момент Догнал этот мяч, обыграл Бабича и пробил И судьба вознаграждает за те вещи Это сказал Аршавин даже Это не мои слова, не мое суждение Но я вам это тоже неоднократно говорил Если вы играете в футбол правильно Если вы делаете то, что нужно То все это придет к вам Я вам говорил то, что Воробьев Вот в матче с Оренбургом Где он не забил несколько моментов Где у него были хорошие моменты Он не забил пенальти Но я говорил вам, что вот в этом матче Воробьев сыграл правильно То, как должен играть Если он так будет играть Голы к нему придут В матче с Паренен гол В матче со Спартаком гол И вот Воробьев играет правильно Я уверен, что он забьет еще немало голов Если он будет играть так же, как он играл С таким же желанием И в тех же позициях, как он играл со Спартаком Вот, и блин, ну Тоже мысль, которую я говорю не первый раз Но насколько же круто Когда ты не можешь вообще Ни к одному из игроков Локомотива Предъявить никаких претензий Лантратов блестящие сейвы Сильянов сумасшедший матч Просто невероятный матч Сильянова На позиции левого защитника Он и атаки начал По сути оба первых два гола Пришли от того, как сыграл Сильянов Он и Бангонду обезвреживал Он и в перехватах работал Просто сумасшедшим образом Не давал передачи налево идти Он и линию офсайда держал Классный матч Классный матч уже, который подряд от Сильянова После того, как он съездил в сборную к Карпину Не знаем, что Карпин с ним делает Но Сильянов после этих поездок феноменальный Пара центральных защитников Немси и Монтес Монтес все выиграл Как он пошел в обводку на фланге Протащил мяч через пол поля Заработал там штрафной Или аут, я не помню Но оказывается и так умеет Головой пробил И весь верх снял Спартак сделал там что-то 26 или 28 навесов В нашу штрафную И один раз всего После этого ударил поворотом Загрузки постоянные Выигрывает Против Шамара Николсона Силовая борьба Выигрывает То же самое про Немси Могу сказать Который после вот этого череды Своих почти заработанных пенальти Играет сейчас практически безошибочно Не упускает игроков Ну да, там Угальда проиграл борьбу в воздухе Но опять же Ничего страшного Абсолютно пофигу Не бывает идеальных игр Не бывает идеальных матчей Кстати, еще вам на Посмеяться То, что на данный момент Вот на тот момент Когда я записываю ролик Возможно к моменту Когда он выйдет Там уже кто-то обгонит Но в топ-10 РПЛ По нон-пенальти Игжи То есть по количеству По качеству создаваемых По качеству ударов За исключением пенальти В топ-10 РПЛ У нас ровно один игрок И это Жарзино Немси Да, там Батраков И Воробьев Недалеко от него Но тем не менее Что самое опасное Для соперников Оказывается Это именно Наш большой Темнокожий парень Такой вот Штрих К портрету Нашей команды Да Нинахов Да, возможно У него нету Каких-то Запоминающихся действий В атаке Но Это Сердце локомотива Он Бьется за все мячи Вырывает Их с корнем Бодается там С Рябчуком Тоже Ну ноль претензий К Нинахову Ничего не проиграл Сегодня Из того, что нельзя было Проигрывать Кропукас Баринов Бара Вау Какой объем работы Сейчас делает Баринов На поле Опять же Вот после После сборной Как он Отыграл с пари НН Как он сыграл Сегодня Он как будто Везде был Да, у него там Может быть по статистике Не очень много Одиноборств Но Ну он Отбирает мячи На позиции Правого защитника И отдает передачу На Кропукаса С позиции Левого нападающего Собственно Вот вам объем Действий Дмитрия Баринова Кропукас Феноменальный матч Ну и про всех Пеняев Голевую передачу Отдает Батраков Голевую передачу Отдает Самошников Два гола Забивает Воробьев Гол забивает Ну о чем вообще говорить Про каждого игрока Можно говорить Что они сыграли Ничего создать И просто спокойно Забили три гола И я уверен Что Ну не попади Например Самошников В одном эпизоде Мы бы все равно Еще создали Несколько опасных моментов И все равно забили Да Ну понятное дело Что после того Как ты забил Три Ведешь Три Один Тебе уже Чуть-чуть Более конкретно Хочется сыграть У своих ворот Да Не дать Спартаку забить Но не забили бы Этот третий гол Уверен Что были бы еще Возможности Может быть Там Другие заменки Какие-то были бы сделаны Все равно Очень здорово Надеюсь Что все Будут здоровы После этой игры Там у Баринова Какое-то повреждение У Воробьева Какое-то повреждение Но как раз Есть время На то Чтобы отдохнуть Перед крыльями советов Через неделю Собраться Еще одну победу Одержать И Спокойно Полновесно Деля первое место Уйти на перерыв На сборной Очередной Но это будет Через неделю Если будет повод То сделаю ролик И по кубковой игре Ну а после крыльев советов Обязательно ждите Подписывайтесь на канал Если вам нравится Следить за Локомотивом Вместе со мной То ставьте лайк Пишите комментарии На интересные вещи Отвечаю Но читаю Абсолютно все С вами был Тим Пока Субтитры сделал DimaTorzok